21 снимок и столько же судеб, на которые наложила темный отпечаток Великая Отечественная война. Кто-то из них прошел ад концлагерей, кто-то сражался в тылу. У каждого своя история выживания в те страшные годы. Благодаря всероссийскому фотопроекту Фонда память поколений, у всей страны есть возможность не просто познакомиться с участниками военных действий и их судьбами, но и оказать им материальную поддержку. Это выставка Фонда поколений, которая оказывает высокотехнологическую медицинскую помощь ветеранам войны, Великой Отечественной войны, Афганистану, Чечне, а также узникам, фашистских концлагерей, блокадникам. И уже пятый год они проводят, у них длится проект, они не только оказывают помощь, но и хотят показать тех людей, которым они оказывают помощь. История каждого ветерана представлена в трех форматах. Это портрет, текстовая история и видеоинтервью, посмотреть которое можно, отсканировав QR-код, расположенный под фотографиями. Самому старшему участнику фотосессии уже 99 лет, младшему – 88. Снимки, представленные на выставке, не похожи на типичные фотографии из учебников по истории. Их авторы – признанные мастера своего дела из мира фэшн-фото. Благодаря их особому видению, фотографии не просто цепляют глаз, заставляют анализировать и думать. Считаю, что вот эта выставка, она занимает очень важное место для патриотического воспитания нашего общества, а насколько будет патриотично наше население, наши молодые люди, будет зависеть наше будущее. Одна из главных задач проекта – попытка изменить отношение общества к ветеранам и показать, что это люди, живущие среди нас, а также сформировать осознанное отношение к благотворительности в обществе. Основная идея вот этого проекта внутри фонда и выставка – показать героев, показать героев России именно такими, какими их еще не видел никто, у них и название вот такое. Фотовыставку в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов можно посетить с 22 июля по 30 сентября текущего года. Марина Василевская, Сергей Кувакин. Народные новости.